Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе зафиксировано два очага распространения коронавирусной инфекции в поселке Варандей и городе Нарьинмаре. По состоянию на 19 часов 30 апреля зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19. Желание стать семьей вопреки обстоятельствам. Отдел состояния гражданских актов перешел на новый режим работы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Телеканал Север продолжает рассказывать о героях-земляках. В сегодняшнем сюжете вспомним солдата Ивана Кислякова, который за бесстрашный характер, выносливость, отличные физические данные, получил прозвище Ивана Каяны. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе и в целом по стране. За последние сутки в России зарегистрировано более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. И это рекордная для страны суточная цифра. Умерли за сутки более 100 человек. Всего заболевших коронавирусом в России более 106 тысяч. В Ненецком округе по состоянию на 30 апреля выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе два очага распространения COVID-19. Один в поселке Варандей. Там на изоляции находится 232 человека. Второй очаг по Нарьинмару и поселку Искателей. Здесь самоизолированы 162 человека. По обоим случаям возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. Выясняется круг контактных лиц. Также в ходе брифинга с представителями окружных СМИ Светлана Брюлёва рассказала о том, откуда возник очаг распространения COVID-19 в окружной столице. Этот больной прибыл к нам из города Архангельска. Он местный житель. Находился долгое время на больничном. И поскольку вот такое течение было продолжительное, было принято его исследовать на коронавирусную инфекцию. И этот результат, он был подтвержден. Но, к сожалению, данные пациент во время нахождения на больничном не находился дома. И это, к сожалению, привело к такому большому количеству контактных лиц, которые мы сейчас видим. В связи с этим случаем я хотела бы обратиться к гражданам нашего города, чтобы они понимали, что такая ситуация действительно может быть. И если они действительно больны, они находятся на больничном, то они однозначно должны в это время находиться дома, а не ходить по знакомым, магазинам, общественным местам и так далее. Потому что, к сожалению, вот такое поведение во время нахождения на больничном приводит к тому, что затем может пострадать очень большое количество людей. Что касается очага на Варандее, по словам представителя окружного управления Роспотребнадзора, все находящиеся там пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают необходимое лечение. На неделе на нефтепромысел выезжали врачи, которые провели рентгенологическое исследование 44 пациентов с подозрением на пневмонию. Наличие заболевания ни у кого не подтвердилось. Сейчас пациентов с тяжелым лечением, с тяжелым течением там нет. И, соответственно, никаких показаний пока госпитализации, а те, кто находится там, тоже нет. Шесть заболевших, доставленных с Варандея на этой неделе, находятся в отделениях Ненецкой окружной больницы. Их состояние стабильное, у некоторых наблюдается улучшение. Прокуратура Ненецкого округа 6 мая 2020 года проведет горячую линию по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. О нарушениях в сферах здравоохранения, лекарственного обеспечения, социального обеспечения, в том числе при выплате пенсий, пособий, а также трудовых прав граждане могут сообщить в прокуратуру округа 6 мая с 9 утра до 18 вечера, перерыв с 13 до 14, по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах. Поступившая информация о нарушениях станет поводом для организации прокурорской проверки. При наличии оснований будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. В Ненецком округе начали действовать антикризисные меры поддержки предпринимателей. Центр развития бизнеса совместно с региональным департаментом финансов создали горячую линию для предпринимателей. Она работает 24 часа в сутки. Позвонить на нее можно по любому вопросу, связанному с ведением бизнеса. Вопросы решаются в оперативном порядке. Подробнее о некоторых мерах, действующих в округе, расскажет Ольга Руссул. Региональные и федеральные меры поддержки бизнесменов в Ненецком округе призваны помочь предпринимателям в сложившихся условиях. Так, в части лизинговых направлений принято решение об отсрочках платежей на апрель-май с последующим пропорциональным разделением этих платежей. То есть предприниматель может подать к нам заявление на отсрочку на апрель-май по форме, которая у нас расположена на сайте. И, в принципе, мы достаточно оперативно принимаем решение о принятии данной отсрочки. Да, понятно, не для всех это как бы такая мера кажется серьезной, но мы считаем, что вот именно сейчас, в этот период, снять небольшую финансовую нагрузку для предпринимателей – это важно. Также к мерам поддержки относятся невзимания арендной платы за использование помещений в бизнес-инкубаторе за апрель 2020 года. Потому что мы понимаем, что клиентская база в этот период достаточно минимальна. И мы понимаем, что доходы и выручка – все зависит именно от клиентов. Поэтому нам принято решение для наших начинающих предпринимателей в бизнес-инкубаторе об отмене арендной платы на этот период. За срочкой платежей в Центр развития бизнеса обратилось порядка 10 человек. На горячую линию поступило больше 120 обращений от предпринимателей. Кроме того, в перечень мер поддержки вошло снижение процентной ставки по действующим микрозаймам и вновь выдаваемым микрозаймам на 2020 год до 3% годовых. По действующим договорам микрозаймов на 2020 год до 3%. Также по вновь выдаваемым займам для этих отраслей предусмотрено снижение ставки на 2020 год до 3%. С 2021 года будет установлена стандартная ставка, которая действовала на момент заключения договора займа, либо которая действовала на момент рассмотрения заявки на новый микрозайм. Необходимо отметить, что целевое использование микрозайма должно быть напрямую связано с пострадавшей отраслью. Кроме того, учитывается финансовое состояние самого заемщика. Еще одна мера – ставка по микрозайму «Бизнес-оборот» снижена до уровня ключевой ставки Центробанка. По микрозайму «Бизнес-оборот» процентная ставка снижена с 9% до ключевой ставки Банка России. Буквально на прошлой неделе ставка составляла 6%, то уже с 24 апреля ставка снижена до 5,5% годовых. Такие заявки мы принимаем пока до середины июня. Дальше будем смотреть на экономическую ситуацию в регионе, на ключевую ставку и принимать какие-то дальнейшие решения. Еще одна мера поддержки – реструктуризация задолженности по действующим займам. В случае ухудшения финансового состояния заемщик может обратиться по действующим займам. Это подразумевает составление индивидуального графика по договору займа, либо отсрочки основного платежа долга сроком до 6 месяцев. Кроме того, фондом был разработан новый вид микрозайма – рефинансирование задолженности по ранее взятым банковским кредитам на бизнес-цели. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Срок займа такого на рефинансирование банковских кредитов – до 24 месяцев, если кредит был взят на оборотные цели, и до 60 месяцев, если кредит был взят на инвестиционные цели. Процентная ставка будет зависеть от того, что предоставлено в залог. То есть, если в залог может быть предоставлено то имущество, которое было залогом в банке, либо иное имущество. На период, если предоставляется залог, который ранее был предоставлен банку, то на период переоформления залога от банка к фонду, ставка устанавливается на уровне ставки по кредиту, дальше 7,5% годовых. Предприниматели уже обращаются за перечисленными мерами поддержки. Поступило три заявления на снижение процентной ставки. Заявки удовлетворены. Шесть обращений поступило на реструктуризацию задолженности, и два заемщика получили помощь по новым займам по программе «Бизнес-оборот». Надо добавить, что это не все меры поддержки, которые действуют в регионе. С полным перечнем можно ознакомиться, позвонив на телефон горячей линии поддержки бизнеса. 8-911-573-8383. Желание стать семьей вопреки обстоятельствам. Сейчас многие пары, которые решили узаконить свои отношения, столкнулись с преградами. Отдел состояния гражданских актов перешел на новый режим работы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Екатерина Дементьева продолжит тему. Ни одна, даже самая весомая причина не может помешать по-настоящему влюбленным людям быть счастливыми. Так получилось у Анатолия и Виктории. Молодые люди планировали свадебное торжество на весну, но обстоятельства изменили их планы. Мы пришли в ЗАГС, хотели подать заявление. Нам сказали, можете через госуслуги. В госуслугах мы пытались сколько раз это все сделать, никак у нас не получалось. То мы не можем найти наш ЗАГС, то у нас заявление не доходит до конечного пункта. Они сказали, только приходите в июне. И все, это максимум, что они могли нам предложить. А мы хотели как бы в ближайший месяц. Однако желание стать одной семьей оказалось сильнее трудностей, и ребята решили узаконить отношения позже. Тем более, что обстановка в стране тоже сыграла свою роль. Еще из-за коронавируса, это инфекции, закрытые города, к сожалению, и родственники не могут приехать. То есть это тоже очень сложно. И в связи с этим мы приняли решение все-таки принести дату свадьбы. Отказ в принятии заявлений в период пандемии коронавируса – это общая для всей страны мера. По рекомендации Минюста России, в настоящий момент приостановлен прием заявлений на заключение брака и расторжение брака до 1 июня. Гражданам, которые ранее подали заявление на регистрацию брака до 1 июня, предлагается перенести дату регистрации на более поздний срок. В исключительных случаях, при невозможности переноса даты, регистрация производится только в присутствии вступающих в брак, то есть без приглашения гостей. Но кроме заключения брака, у сотрудников отдела ЗАГСа есть и другая, не менее важная работа. И здесь тоже произошли свои изменения. Прием граждан в настоящее время ограничен двумя часами. Проводится обязательно в первой половине дня и по предварительной записи. В том числе ограничен круг вопросов, по которым ведется прием граждан. Принимаем на оформление рождения, рождение одновременно с установлением отцовства и смерти. По другим вопросам прием граждан пока приостановлен. По итогам первых четырех месяцев 2020 года в округе положительная динамика. Рождаемость превышает смертность, а количество заключений брака преобладает над количеством разведенных пар. Очень надеемся, что самоизоляция никаким образом и инфекции не повлияют на наши показатели. И в дальнейшем, когда будет открыт полностью прием граждан по всем вопросам, люди к нам пойдут регистрировать брак и своих детишек. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север». В Ненецком округе завершен сезон зимников. С 30 апреля приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа запрещается движение по всем зимним дорогам региона. Накануне комиссия «Центр стройзаказчика» проинспектировала временную дорогу Нарьин-Марусинск. Цель поездки – проконтролировать окончание ведения работ. По словам подрядчика, в этом сезоне на зимнике работало 15 единиц техники. При этом зима выдалась аномально снежной. Постоянно расчищали, постоянно. Зимник у нас был закрыт в основном для легкового транспорта. То есть проезжим он был большую часть для грузового транспорта, потому что очень сильная метель. Снега было намного по статистике. Мы уже четвертый год содержим зимних. Три года мы содержали на субподряде. В этом году мы уже сами вышли как генподрядчик на зимних. Четыре года. И вот за четыре года – это единственный год, когда было очень много метелей и очень много снега. Проехали, посмотрели полотно. То, что сняты вешки, демонтированы балки. Живые убрана вся техника. Весь мусор за собой убран. То есть ничего не осталось. Ну, как зашли, как и ушли. Сезон закончили. Поземник. Добавлю, зимник Нарьин Марусинск официально был закрыт 24 апреля. 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. На сегодняшний день пожарная безопасность в сельских населенных пунктах Заполярья обеспечивает отряд государственной противопожарной службы. Во всех поселениях созданы пожарные посты, которые укомплектованы как личным составом – это 63 человека, так и необходимой техникой. На помощь сельским борцам с огнем приходят добровольные пожарные дружины. Что касается окружной столицы, здесь на страже покоя горожан трудятся более 60 спасателей первой пожарно-спасательной части. В любое время дня и ночи они на чеку. «Работа интересная, не кабинетная, скажем так, на свежем воздухе. Физический труд вполне и польза людям. Интересно, ребятам всем нравится, все держатся за работу, стараются себя как-то усовершенствовать, развиваться. У нас тренировки, получается, что по плану, что вне плана, то есть нештатные. Ребята занимаются всегда, то есть до обеда у нас всегда занятия, потом идет физическая подготовка. Хотел бы пожелать от себя лично в первую очередь спокойных смен, то есть чтобы все ребята чувствовали себя хорошо, не болели. Коллектив телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам пожарной охраны крепкого здоровья и благополучия. До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. В ноябре-декабре 1941 года из Ненецкого национального округа на Карельский фронт с многочисленными стадами оленей отправились шесть сотен призывников. Среди них был лихой солдат Иван Кисляков. Он родился в 1909 году в Усть-Цильме. В 1935-м вместе с семьей переехал в Нарьинмар. За бесстрашный характер, выносливость, отличные физические данные он получил прозвище Ивана Каянный. Чем же прославился в боях отважный солдат, узнала Любовь Пермякова. 13 декабря 1941 года семья Кисляковых запомнилась на всю жизнь. Хозяин дома Иван Осипович посадил беременную жену до семь детишек на лавку и напутствовал супруге Анастасии Ивановне. Детей береги. Сама как хочешь вертись и крутись. Но чтобы не голодали и учились, школу закончили все. Потом обнял 11-летнюю старшую дочь и сказал, Шурочка, вся надежда на тебя. Матери работать, а тебе дети. Смотри за ними и пиши мне письма. Дочь завет отца выполнила и всю войну еженедельно писала ему письма. От него приходили маленькие треугольнички. Жив, здоров и всегда. Не голодайте и учитесь. Я за каждого из вас отвоюю. Воевал же Иван Осипович отважно. Грудь была увешана медалями. В 1942-1945 годах он был четырежды ранен. В кисть, предплечье и дважды в ногу. Получил несколько наград. Уже в 1942 году, в самом начале войны, он был награден медалью за отвагу. Но самый интересный факт, что за годы войны его наградили медалью за отвагу четыре раза. У таких бойцов в Красной армии было около полусотни или чуть больше, полусотни, не более. И орден Краснодар получил за годы войны. Командир 8-го Олена Лыжного батальона, старший лейтенант Герасимов и военный комиссар политрук Наточиев указывали в представлении к первой медали за отвагу. Товарищ Кисляков Иван Осипович участвовал в боях с немецкими захватчиками 10 марта 1942 года. В бою 29 апреля проявил мужество и отвагу. Метким огнем автомата уничтожил до 17 фашистов. Оказал помощь, вынес с поля боя под огнем противника трех раненых бойцов и четырех командиров с оружием. Старшего лейтенанта Сафонова, младшего политрука Шиловского, лейтенанта Цветкова, политрука Канавова. В боях 13 и 17 мая за высоту Безымянная товарищ Кисляков метко разил фашистов. Помог эвакуировать раненых. Оправдал Иван прозвище Окаянный, данное в молодости, задрочливость и лихость. Пока сражался наш герой с фашистами, на реке Печора Анастасия Ивановна поднимала восьмерых ребятишек. Старшие дети вместе с ней работали. Копали грядки, высаживали овощи, поливали, собирали урожай и ловили рыбу. Руководство станции за усердие наградило детей почетными грамотами. Зимой Анастасия Ивановна и старшие дочери вязали рукавички и носки, меняли их на продукты и тетради. В мае пришла весть о победе. Только от Ивана Осиповича сначала шли письма из Кракова, потом из Львова, а потом из Сибири. Воины 126-го корпуса сначала отправились на войну с японцами, чуть позже их перебросили на Чукотку. Только там, в октябре 1945 года, часть торосслужащих бойцов, имеющих три и более ранения, демобилизировали. И он попал под демобилизацию. И в январе 1946 года возвращался обратно с Дальнего Востока. Значит, ну, как рассказали товарищи, он на каждом практически полустанке выходил, значит, для того, чтобы посмотреть вещи для своих детей. Не с пустыми журками ехать. Вот, блин, и в итоге на станции Зима есть такая, на Дальнем Востоке, он вышел и не вернулся обратно. 24 января 1946 года на Восточно-Сибирской магистрали было обнаружено тело красноармейца Кислякова. По мнению однополчан, отважный фронтовой разведчик погиб от удара бандитской финки. Преступники приметив военного с солидной пачкой банкнот убили его, бросив тело на рельсы, удачно сымитировав несчастный случай. Всего 36 лет жизни было отмерено Ивану Осиповичу. В Наринмаре и Великом Устьюге, Вусть-Цильме и Санкт-Петербурге живут его многочисленные внуки и правнуки, которые бережно хранят память о бесстрашном дедушке. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.